Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. А сейчас время региональных новостей. В эфире телерадиокомпания «Анапа-регион» и я, Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Это степень свободы, если ты ни от кого не зависишь. Доступная среда. Анапский пенсионный фонд развивает инфраструктуру. Теперь людям с ограниченными возможностями здоровья удобнее получать услуги. Мы обращались к Сергею Павловичу, добились, чтобы эти ларьки убрали. Хаотичной торговли не будет. Глава Анапы пресек попытку установить павильон в зеленой зоне. Дело для души и тела. Лечебная гимнастика под открытым небом объединила около сотни анапских пенсионеров. Сегодня в Сочи стартовал 15-й международный инвестиционный форум. Площадкой для его проведения стало здание главного медиа-центра Олимпийского парка. Ожидается, что в работе форума примут участие более 700 руководителей российских и иностранных компаний. Последние будут представлять 24 страны мира. Анапа в этом году представит 9 инвестиционно-привлекательных площадок и 5 интересных инвестиционных проектов на сумму 8 миллиардов 700 миллионов рублей. Среди них апарт-отель «Ласточкино гнездо» в районе Высокого берега, проект строительства ледового дворца на сумму 280 миллионов рублей, строительство жилого комплекса времена года и апартамент отеля «Клифф». Еще один интересный проект – детский парк развлечений на площади более 124 тысяч квадратных метров. Делегация Анапы уже работает в Сочи. В дни основных официальных мероприятий ее возглавит мэр Анапы Сергей Сергеев. Планируется провести ряд встреч с инвесторами и подписать соглашение в ключевых сферах на общую сумму 30 миллиардов 600 миллионов рублей. Сегодня глава города Сергей Сергеев, активно поддерживаемый общественниками Анапы, потребовал сноса возведенного на Стаханово-5 забором под будущее строительства очередной торговой точки. Еще утром этого забора здесь и не предполагалось. Хотя, как сказать, место-то лакомое. Не так давно по настоятельному требованию главы города здесь были снесены все злачные торговые точки. Жильцы окрестных домов откровенно о наболевшем. Пока стоял здесь киоск, который работал круглосуточно, и помидорами вроде огурцами днем, а вечером виноводочными. И у нас здесь были гулянки. Общественники выбирают самые меткие эпитеты тому, что здесь творилось. Место было привлечено даже в гадюшник. Неоднократно мы обращались к Сергею Павловичу, добились, чтобы эти ларьки убрали на Стаханово, навели порядок. Но самое страшное, что все строительные попытки возникают на технической магистрали. Причем такой мощности, что любое нечаянное вмешательство наделает немало беды. В случае повреждения теплотрассы, магистральной теплотрассы, останется весь микрорайон без отопления и горячего водоснабжения. А это не менее 7 тысяч человек останутся без тепла. Прибавим сюда еще и торговый центр Красная площадь. Позиция главы города по отношению к таким дельцам, как те, что затеяли в зеленой зоне возрождения торговли, однозначно. Я хочу сказать, что нас не впервые испытывают на прочность. Это и торговые ряды напротив автовокзала, и на астраханской строительстве, астраханской германтовой ряда. Помните, колышки забивали? Все это только те участки, которые получили большую общественную огласку. А фактически мы каждый день с этим работаем. Возьмите та же 100-метровка. Мне кажется, что хватит хаотичной торговли. И все, кто за это должны отвечать, должны отвечать еще и за свои действия, как специалисты, как сотрудники, в том числе и администрации. Что касается конкретно астраханской, то выделение этого участка я считаю предательством. Ну а что с предателями делают, вы знаете, да? Соответствующие меры я по приезду обязательно. Юбилейный 70-й день рождения отмечает сегодня Анатолий Аркадьевич Трошевич. Руководитель народного казачьего хора, чье творчество более 30 лет украшает Анапу самобытной культурой. Награжден нагрудным знаком за верность казачеству, медалями за выдающийся вклад в развитие Кубани и медалью за вклад в развитие города-курорта Анапа. В 1996 году Анатолию Аркадьевичу присвоено почетное звание заслуженной работник культуры Российской Федерации. С 2015 года он почетный гражданин города-курорта Анапа. Но обласканной вниманием и любовью зрителя Анатолий Аркадьевич не собирается почивать на лаврах. Народный казачий хор живет творческими планами, а у руководителя только сегодня в честь личного праздника выходной. Завтра большая репетиция. Трудно поверить, но народного казачьего хора чуть более 30 лет назад в Анапе просто не было. Глава города поспорил тогда с главой района на ящик коньяка, что в курортном городе такой создать невозможно. На самом деле я проиграл, будем считать, ящик коньяка бояру. Если честно, я не верил, что вот на таком уровне может все это произойти и прорасти. 30-летний юбилей казачий хор отметил в год 70-летия победы. Он стал ярким украшением всех краевых конкурсных городских мероприятий, а самого руководителя назвали Человеком Года. Все свои награды Анатолий Аркадьевич получил, что называется, на миру, еще раз подтверждая великую силу искусства. Хотел бы вернуть анапчан, гостей города, те далекие уже для нас 90-е годы, когда рушилась строй, рушилась все понятия о социальной справедливости, о тех советских устоях, которые были. И вот коллектив, который Анатолий Таршевич возглавляет, сделал, мне кажется, то, что, может, даже другие не сделали. Он сплотил. Будучи выходцем из крепкого казачьего рода, Анатолий Аркадьевич мечтает не уступить своим прародителям. Дед его, например, прожил 105 лет, а это значит, будут и песни красивые, и концерты грандиозные. И скольких артистов он еще выведет в большую жизнь. Ну, Анатолий Аркадьевич, конечно, это величина в нашей культуре, да. И хочу сказать, что я вот когда приехала, он мне помог на самом деле с работой. Я даже не думала работать по своей специальности, узнав, какие зарплаты здесь, потому что на Дальнем Востоке я получала довольно-таки прилично. Но он меня уговорил и сказал, что это нужно, и это обязательно нужно. Я согласилась, и я благодарна, что я вот здесь, я занимаюсь, я работаю с ним. И хочу на самом деле ему пожелать, чтобы здоровья, здоровья все желают, я присоединяюсь ко всем пожеланиям. Я хочу, чтобы у него оптимизма и энергии хватило еще на долгие-долгие годы. Хочу, чтобы его радовали внуки, чтобы помогали дети, не забывали друзья. Пусть радуется каждой минутой, наслаждается жизнью и радуется каждой минутой. Свою жизненную мудрость, полученную в казачьей семье, Атрашевич проповедует и среди близких. Его любят коллеги и друзья. Да, наши семьи дружат уже почти 25 лет, еще с молодых лет. Мы не только дружим, но мы и породнились, потому что наша младшая дочь, крещенная Анатолием Аркадьевичем и Татьяной Сергеевной. Что можно сказать об этом человеке? Это действительно творческая личность, это достойный, это очень хороший друг. Хочется пожелать в этот день творческому человеку, естественно, только полеты творческой мысли, притворения всех желаний, идей, мечты, любой мечты в жизнь. И, конечно же, жить нужно, но ни в коем случае не существовать. Это должны быть насыщенные, яркие, красивые дни. Ну а дома должно быть тепло и уютно. Говорят, юбилей – грустный праздник. Ну, это может быть наедине с собой. А завтра на большой репетиции хора, мы знаем точно, грянет песня. И это и есть счастье, обретенное раз и навсегда. Из молодых, красивых, создать такой хор, который действительно вышел на сцену, как грянул, и мурашки по коже. Вы знаете, гордость берет за такой коллектив. Поэтому низкий поклон и огромное спасибо Анатолию Аркадьевичу и всему коллективу. Анапу известна как Всероссийская детская здравница. Однако наш город претендует на статус территории доступной среды. Одним из примеров, как должно быть организовано пространство для людей с ограниченными возможностями здоровья, является Анапский филиал Пенсионного фонда России. Насколько здесь все соответствует стандартам, своеобразный тест-драйв доступности, по просьбе руководства Пенсионного фонда провели представители Общественного объединения инвалидов «Ковчег». Председатель Общественного объединения инвалидов «Ковчег» лично участвует в проверке. Начинает издалека, с подъездов к зданию. От стоянки автомобилей до входа добирается без проблем. Замечаний нет, все учтено, вплоть до мелочей. Вы понимаете, что это степень свободы, если ты ни от кого не зависишь. Ну вот представьте себе, что здоровый человек этого не понимает. Когда ты можешь просто приехать куда-то, никого не прося, ни под кого не подстраиваясь, ну просто даже людей на улице не прося, что ты сам заехал, ты чувствуешь себя полноценным человеком. Это безусловно, это очень важно. Основные посетители Пенсионного фонда – это люди преклонного возраста. Поэтому отношение к клиентам с ограниченными возможностями здоровья здесь особое. Для них организованная автостоянка, комфортный пандус для колясочников и даже санузел, оборудованный по всем требованиям государственной программы «Доступная среда». Также предусмотрены все меры для слабовидящих. Вход в здание оснащен тактильной плиткой и поручнями. В зале – специальное окно для этой категории граждан. Данный вопрос вообще в Пенсионном фонде является одним из приоритетных. Существуют специальные методические пособия. И наше здание относительно новое, поэтому в нем уже многое было сделано изначально. Но поскольку требования меняются, нами был проведен анализ доступности. Главная гордость Пенсионного фонда – это клиентская служба управления, которая расположена на первом этаже. Именно здесь располагается дежурный специалист-консультант. Не менее важно дать полную информацию пенсионеру, чтобы у него не осталось вопросов. За месяц один оператор обслуживает более 500 человек. Нагрузка очень большая. Но я понимаю, что место значимое, и человек может обратиться сразу ко мне и получить первую важную информацию, которую как раз я и оказываю помощь в этом. Справку ту же самую заказать, чтобы не сидеть в очереди, получить записаться предварительно на прием. Конечно, придется подождать, но услуга такая есть. С начала года уже выдано более 2,5 тысяч справок. Обработано почти 13 тысяч звонков. Количество клиентов растет с каждым днем. Руководство анапского филиала уверяет, что готово к новым нагрузкам. А что касается создания комфорта и доступной среды, здесь Пенсионный фонд сегодня выдержал, пожалуй, самую серьезную проверку. На курорте на базе санатория «Надежда» проходит 16-я международная конференция «Через библиотеки к будущему». В ней участвуют представители библиотечных систем, научные сотрудники, писатели, режиссеры из России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Абхазии, Армении. В мероприятии также приняли участие анапчане. Поэт и прозаик Сергей Левин организовал удивительную презентацию нового сборника «Послескази», куда вошли лучшие работы современных молодых писателей. Вместе с организаторами в сказочный мир окунулись и наши корреспонденты. «Послескази» – это новый литературный проект, аналогов которому в России нет. В нем приняли участие 20 авторов из разных городов Кубани, Москвы, Санкт-Петербурга и Черногории. За основу они брали как популярные, так малоизвестные произведения «Курочка, ряба», «Волк и семеро козлят», «Кривая уточка». Все сказки переосмыслены в неожиданных жанрах – фантастика, мистический триллер, комикс. Каждый текст дополняет черно-белые иллюстрации кубанских художников. Совсем недавно проект одержал серьезную победу на краевом фестивале фантастики и комиксов «Марс наш», который прошел в Краснодаре. Уникальный проект, потому что он воплощает в себя, дает возможность высказаться, творчески высказаться не только, грубо говоря, текстовикам, писателям, поэтам, но также и художникам, музыкантам, кинорежиссерам. Поэтому и проект, мы его называем мультиформатный, мультимедийный проект после сказки, потому что на сегодняшний момент издана первая антология, готовится вторая, предназначенная для чтения детям. Готовится аудиокнига, музыкальный альбом, снимается, завершается работа по созданию видеокомикса. В будущем мы рассчитываем подготовить и театральный проект. В рамках презентации состоялось выступление писателей Сергея Левина, Ирины Васьковой, Алексея Шепелева, Марии Казаковцевой, Александра Ольшанского. Прозвучали авторские прозаические тексты и песни. Проект «Послесказия» продолжает набирать обороты. По замыслу Сергея Левина, уже этой осенью планируется выпустить второй том антологии и вновь принять участие в Международном фестивале 2017 года. Это будет «Марс Наш-2» уже этой весной. Это будет фестиваль уже на новом уровне. И мы будем, я думаю, участвовать в детской антологии «Послесказии и дети», которая будет не менее интересной. Кроме того, она блестяще оформлена анапским художником Ильей Копневым. Это будет очень красочная, красивая книга, интересная не только детям, но и взрослым. Акция «Солнечный круг», приуроченная ко дню пожилого человека, пройдет в эту субботу в Краснодаре, Сочи и Анапе. Ее организатор – автономная некоммерческая организация социальной адаптации пенсионеров «Серебряный возраст». В программе – забег, скандинавская ходьба, гимнастика. Последние анапские пенсионеры занимаются регулярно, благодаря тренеру Владимиру Федотову, организатору занятий на свежем воздухе. С почтенными анапчанами, которые могут дать фору молодым, встретился наш корреспондент. Такую картину несколько раз в неделю можно наблюдать в парке «Ореховая роща», пока позволяет погода. Упражнения не самые сложные, но, как говорит тренер, помогают поддерживать организм в тонусе. Это своеобразная выжимка из индийской йоги, китайской гимнастики цигун и еще ряда похожих практик. Владимир Федотов изучил ее, чтобы поправить собственное здоровье. Если у нас 80 упражнений на все части тела, ведь у нас их 700, мышц, связок и прочее, да? А в последней жизни мы используем 50 всего лишь на все, до 100, кто тренируется как-то. То здесь возможность есть, именно запуская обменные процессы, возвратить те функции организма, которые должны помогать быть здоровым. Все начиналось три года назад с трех человек. Сегодня около ста. Место для занятий выделила городская администрация. Елена Григорьева часто гуляет в Ореховой роще. Долго присматривалась, пока в апреле этого года не решилась. Пятый год пошел, не работаю. Я вообще проектировщик, конструктор. И сидела все время, ну, сами понимаете, с карандашом и с ручкой. В основном, главный конструктор, все время проверяла, расчеты делала, все. А сюда пришла, я как-то раскаболилась. Ну, вы меня понимаете, я стала вот как-то, ну, не знаю, ну, легче себя чувствовать. Нине Борисовне, 82. Она занимается два года. Говорит, что такая физкультура ей вполне по силам, а нагрузка помогает противостоять болезням и поддерживать форму. Сбросила вес на несколько килограмм. Вообще, так, стройность приобрела. И я среди молодежи чувствую себя тоже моложе. Есть те, кто не ограничиваются гимнастикой. У некоторых с собой палки для скандинавской ходьбы. Это тоже одна из дисциплин, которую продвигают общественники из Организации по социальной адаптации пенсионеров. Ее представители участвуют в волонтерском движении. В том числе помогали провести зимнюю Олимпиаду. Утром в эту субботу в Краснодаре, Сочи и Анапе пройдет акция «Солнечный круг». Она начнется с забега. Старт утром на театральной площади. Анапчане могут бесплатно проверить свое здоровье. 3 октября в онкологическом центре «Санрайз-клиник» пройдет акция, приуроченная к Дню пожилого человека. Бесплатной будет консультация онколога. Прием по предварительной записи по телефону 7500. Адрес онкологического центра «Санрайз-клиник» – улица Анапское шоссе, 87А. В поселке Виноградный, городокурорта Анапа, 1 октября состоится второй открытый фестиваль силового многоборья «Сила Кубани». Тяжелоатлеты из Южного федерального округа будут соревноваться в силовом экстриме. Кроме того, на стадионе будет работать выставка оружия времен Великой Отечественной войны. Пройдет праздничный концерт. Прием заявок и взвешивание участников начнется на стадионе поселка Виноградный с 11 часов. Начало соревнований в 12.00. Приглашаются все желающие. И экстренное предупреждение от главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. 29-30 сентября в Анапе ожидаются сильные грозовые дожди и ливни с усилением ветра. Над морем могут образоваться смерчи. На реках возможен подъем уровня воды. Обращаясь к жителям и гостям курорта, Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает. Будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности. А я напоминаю, что генеральный партнер программы новости, производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300.